Приветствую всех, кто настроился на волну канала ПС и сделали вы это очень вовремя, потому что сегодня в центре нашего внимания финансовый вопрос. Правда, касаться он будет не кошелька рядового горожанина, а нашего областного центра и его бюджета. Как он исполняется в этом году, каковы приоритеты на следующий 2015 и какие средства, кроме городской казны, могут помочь Архангельску в решении навсучных проблем. Об этом сегодня говорим с заместителем мэра по вопросам экономического развития и финансов Александром Цивыревым. Александр Петрович, здравствуйте. Первый вопрос связан как раз с бюджетом города на 2015 год. Как мы понимаем, его формирование вышло на завершающую стадию. Какие приоритеты будут даваться при формировании этого документа? Честно сказать, за почти 6 лет работы в муниципалитете, это один из самых сложных бюджетов, которые мы будем принимать в этом году на 2015 год. Надо сказать, что этот вопрос связан с тем, что все-таки постоянное недофинансирование полномочий муниципалитета откладывает на себя определенный отпечаток. Мы сегодня говорим о том, что доходы городского бюджета это 7,5 миллиардов рублей, а его расходы будут запланированы в уровне 7,9 миллиарда рублей. То есть дефицит городского бюджета будет предельным, 10% это 431 миллиард рублей. Вот из этих финансовых условий по доходам и расходам мы и верстаем в бюджет 2015 года. А с чем связаны несоответствия доходов и расходов? Это типичный момент, когда доходов и расходов, разнятся эти цифры, не в лучшую сторону. Да, их не хватает. Понятное дело, что федеральным законодательством, областным и нормативными другими актами на муниципалитеты в Российской Федерации возложены очень много полномочий. И здесь мы определяем приоритеты. Естественно, это социальный блок, прежде всего, да, и, естественно, инфраструктура городского хозяйства. То есть по социальному блоку финансируется порядка 70%, по инфраструктуре городского хозяйства это около 19%. То есть практически 90% это вот эти два блока. Исходя из этих параметров, мы определяем с коллегами, что будет необходимо финансировать в следующем году. Надо понимать, что задач гораздо больше, чем их можно решить. И вот как раз приоритет финансирования совместно с депутатами городской думы, с совководителями блоков по направлениям и принимается созвешенное решение на сессиях городской думы. Ну вот вы как раз сказали о том, что полномочий много, а финансирования мало. А сколько в целом исполняет полномочий муниципалитет и какая в идеале сумма для этого требуется? На сегодняшний день вряд ли кто-то возьмется в Российской Федерации посчитать полномочия того или иного муниципалитетного образования. По нашим подсчетам, городу Архангельску, как областному центру, требуется порядка 15 миллиардов рублей в год. Для того, чтобы закрывать все на уровне таких лучших городов профицитных, как Москва или город Казань, допустим. Также точно делать дороги, в соответствии с требованиями нормативных привести все в соответствии, все мосты, развивать социальный блок, строить школы, садики, ремонтировать жилье, строить новое жилье. Это порядка 15 миллиардов. Сегодня же у нас с вами половина из доходов. Хотя надо сказать, что город Архангельск все-таки, его предприятие, промышленность собирает порядка 20 миллиардов в год. То есть нам же с вами остается, грубо говоря, треть из этого. Все остальное уходит в вышестоящий бюджет. Надо сказать, что финансированием областного центра идет не только из городского бюджета, но может идти и из бюджета областного. И, собственно, есть ли такие полномочия, которые финансирует город, но их может финансировать и областная власть, и областной бюджет. И, например, те же дотации на общественный транспорт, как мы знаем, также могут идти из региональной казны. Да, совершенно правильно сказали. На сегодняшний день мы можем несколько таких моментов выделить. Общественный транспорт, то, что вы упомянули, это большегрузные автобусы. Здесь, в нашем понимании, агентство по тарифам ЦРМ Архангельской области могло бы компенсировать разницу в заявленных и фактических затратах транспортного предприятия. Потому что затраты на один большой автобус, они несоизмеримы с затратами на один маленький пазик. И здесь пока областное правительство на это не идет. То есть не надо увеличивать стоимость проезда на большом автобусе, достаточно заложить ему дотацию из областного бюджета. Это пока не делается. И город Архангельск несет 40 миллионов рублей затраты на финансирование наших муниципальных больших автобусов. Это факт. Второй момент я бы выделил, это все-таки буксирные перевозки. Когда заканчивается навигация, теплоходы, вот как сейчас, неделю назад, встают на прикол. У города Архангельска есть островные территории, которые мы должны обеспечить равную доступность граждан по транспортным перевозкам. Здесь тоже, опять же, вступает агентство по тарифам и ценам Архангельской области, которое регулирует стоимость таких перевозок. Если в прежние времена жители островных территорий платили за доставку с островов на буксирах, то сегодня уже они два года об этом не платят. И город Архангельск несет порядка 70 миллионов по этим перевозкам в год. Мы датируем перевозки буксирами, что тоже, в принципе, могло бы делать правительство Архангельской области. Еще один из моментов, на мой взгляд, это вопросы все-таки отдыха и оздоровления детей. Здесь городу Архангельску, ну, муниципалитетам возложена организация отдыха детей в каникулярный период, а на субъекты Российской Федерации возложено обеспечение такого отдыха. На сегодняшний день идет софинансирование. То есть, да, область выделяет средства на отдых детей, но городу говорят, вы должны выделить собственное софинансирование. И это нам обходится еще порядка 16-18 миллионов по году, что тоже, в принципе, могло бы лечь на плечи областного правительства, так как это, в принципе, их полномочия. Ну, это вот несколько таких моментов, и их можно еще продолжать и продолжать, на самом деле. Ну, вот из трех названных как раз моментов, наверное, общественный транспорт, а именно комфортный, большой, да, он такой, один из самых, можно сказать, проблемных и требующих решения на сегодня. Я так правильно понимаю, что если дотации будут идти из областного бюджета в том числе, то это решит проблему как раз комфортного перемещения по дорогам города. То есть, мы сможем ездить действительно в больших и комфортных, да, и ПАЗики могут уйти, скажем так, ну, если не в прошлое, то хотя бы, скажем так, их может стать меньше. Безусловно. Сегодня в городе Архангельске, насколько я помню, порядка 500 автобусов ПАЗ, и из которых только около 30, это автобусы большегрузные, да, это те автобусы, которые город приобрел 3-4 года назад по федеральной программе. Мы софинансировали приобретение этих автобусов большегрузных, они дизельные, но содержание, как я уже говорил, одного дизельного большого автобуса в полтора раза больше, чем одного ПАЗика. Плюс надо понимать, что и все заработные платы, да, это все социальные выплаты нашими предприятиями, ПАП-1 и ПАП-2 осуществляются в полном объеме. У нас работает и профсоюз, да, и мы присоединились к соглашению о заработной плате, и поэтому здесь надо говорить о том, чтобы затраты, которые сейчас несет предприятие, они кем-то компенсировались. Вообще во всем мире муниципальный транспорт, он дотационный. Никогда большой автобус не может быть загружен на 100%, когда рядом курсируют маленькие автобусы, тем более нелегальные. Это, конечно, вопрос и федерального регулирования сейчас, он поднимается на федеральном уровне, с этим сталкиваются практически все муниципальные образования. И в город Москву сейчас тоже утром приезжают много автобусов с Московской области, вплоть до других регионов, поработать целый день в городе Москве, загрузить свой автобус, а потом уехать непонятно кому, заплатив налоги. То же самое происходит и в городе Архангельске. Здесь мы в одиночку не можем бороться, надо менять федеральное законодательство, ну и, соответственно, субъект Российской Федерации, Архангельская область, тоже должна здесь принять участие. — Одна из еще таких финансово емких, скажем так, тем — это расселение ветхого и аварийного жилья. Как раз какие средства необходимы на решение этой проблемы, по вашей оценке? И может ли, опять же, областной бюджет принять участие в решении этого вопроса? Ведь в Архангельске такой опыт есть, насколько мы знаем. — Да, конечно, опыт в Архангельске есть. Город Архангельск один из первых в Архангельской области вступил в программу фонда реформирования ЖКХ, тогда, когда другие города, в принципе, вообще не принимают участие, такие, как город Москва. Они сказали, мы не будем принимать участие в фонде реформирования ЖКХ, сами за свой счет расселили деревянные дома, теперь расселяют пятиэтажные дома. Ну, это профицитный регион, профицитный город. Мы к таким, к сожалению, не относимся, нам, естественно, нужны на это средства. Мы получаем средства из фонда реформирования ЖКХ, софинансирования Архангельской области, свои деньги выделяем на это, и ежегодно участвуем в программе. Понятно, что есть проблемы с привлечением подрядчиков. Никто из местных подрядчиков не выходит на конкурсные процедуры. Мы получаем подрядчиков из города Москвы, города Санкт-Петербурга, которые, не просчитав, наверное, все свои риски и затраты, заходят на такие конкурсы, и мы получаем такую проблему, как по улице Доковской. Да, сейчас, когда дома достроены практически на 80%, но тут их питерская компания «Импера нова» бросает и говорит о том, что им не хватает денег. То есть они что-то неправильно посчитали, значит, и говорите, нам добавьте. Но мы говорим, извините, коллеги, у нас есть конкурсная цена, значит, мы больше вам заплатить не можем, предоплату мы вам тоже за невыполненную работу дать не можем, поэтому мы уходим в суд. А судебные разбирательства продолжаются больше года. Вот. И суд встает то на сторону нашу, то на сторону исполнителя в некоторых вопросах. Поэтому это все не дает возможности нам доделать. И, соответственно, не выполнить программу фонда, вступить на следующий год, получить деньги. Но сегодня у нас есть и положительный опыт. Мы благополучно достроили большой дом на 40-летие Победы, несколько лет назад его заселили. Сегодня мы заканчиваем забивку сваи в Цыгломине. Там будет порядка 13 домов, трехквартирных. Такой опыт есть. Дома на Конзихинской. Когда сейчас доделываются, мои коллеги из блока ЖКХ постоянно держат вопрос на контроле. И мы думаем, что буквально в ноябре на Конзихинской дома будут сданы. Такая же участь ждет и Цыгломинь. Я думаю, что это будет первый-второй квартал следующего года, когда дома по программе фонда реформирования ЖКХ в Цыгломине тоже будут сданы. Но на это все нужны средства. На сегодняшний день надо вспомнить о том, как пришел город Архангельск к такой проблеме. В конце 90-х правительство Российской Федерации издало законодательно-нормативные документы о том, что весь жилой фонд, который был у предприятий разной формы собственности, частных в том числе, лесозаводов, других, он передавался муниципалитетам на баланс. И в конце 90-х годов город Архангельск получил, по сути дела, свою собственность, второй город. Только он стал деревянный. Жители этих домов платили тому же лесозаводу. Ну, давайте возьмем лесозавод ЛДК имени Ленина. То есть платили лесозаводу за содержание, за текущий ремонт, сдавали туда деньги. Как производился этот ремонт, город этого не касался, потому что это был фонд жилой этого лесозавода. Также лесозавод содержал и дороги в этом микрорайоне. В конце 90-х это все переходит на баланс города. Более трех тысяч домов город получил в эти годы на свой баланс. Естественно, они должны были привести данный жилой фонд в надлежащее состояние. Так требовал закон на тот момент. Ну, естественно, ничего, это практически не было сделано. Деньги, которые собирались жильцов, нам не были переданы. Жилой фонд был передан такой, какой есть. Естественно, мы получили то, что сейчас имеем. Как эта проблема решается? Мы говорили о фонде ЖКХ. Это хорошая программа, мы в нем участвуем и будем участвовать, безусловно. И все регионы сталкиваются с такими проблемами, как я говорил по подрядчикам. Это жизнь, да, это реалия. Другое дело, что у нас еще есть судебные решения. Жители, не дожидаясь, когда тем или образом им достанутся жилые, достанется очередь по жилым квартирам, они подают суд. На сегодняшний день у нас более 1800 судебных решений. Это порядка, если это перевести в деньги, то это порядка 5 миллиардов рублей, чтобы выполнить эти судебные решения. Плюс у нас есть судебные решения по капитальному ремонту тех или иных отдельных помещений, то есть одной квартиры в доме или нескольких, это еще порядка миллиарда рублей. Для того, чтобы решить всю эту проблему, то есть мы сейчас говорим, что фонд финансирует программу до 2017 года на те дома, которые до 1 января 2012 года вошли в список аварийных. Что же после 1 января 2012 года вы спросите? Эта программа будет продлена, я так думаю. Потому что, чтобы сейчас заменить весь жилой деревянный фонд, который в городе существует, ветхий, аварийный, ну или просто деревянный, нужны, по нашим подсчетам, опять же, около 15 миллиардов рублей. Здесь было неплохое, так скажем, было хорошее мероприятие, когда в 2010 году мэрия обратилась в правительство Архангельской области, и правительство Архангельской области выделило 180 миллионов рублей на исполнение судебных решений по компенсации жителям финансовой компенсации. То есть не предоставление жилплощади, а вот суммы на... Да, 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 да. То есть мы выдавали деньги. Мы еще добавили своих, около 10 миллионов рублей, и исполнили 107 судебных решений. Это был 2010 год, напомню. Последующие 4 года мы обращались в правительство Архангельской области, чтобы продолжить эту программу. На тот момент этой программой область закрыла все судебные решения по Архангельской области, оставив только на 20% выполнить судебные решения в городе Архангельске и в городе Северодвинске. Во всех других муниципальных образованиях одинаково было все судебные решения закрыты, потому что закон действовал по всей территории Архангельской области. Но, к сожалению, на сегодняшний день нам больше денег не выделяется, и рекомендуется изыскать собственные средства из собственного бюджета. Пока так. Мы понимаем, что такая, скажем так, финансовая политика правительства, областная, сказывается на городском бюджете. Какие в целом унесет потери? Если говорить о межбюджетных отношениях. На сегодняшний день мы кредитуемся. У нас порядка 1,2 миллиарда рублей кредитный портфель. Мы обратились опять же по сложившейся в этом году хорошей тенденции о том, что Минфина Российской Федерации рефинансирует проценты по кредитам субъектам Российской Федерации, в том числе Архангельской области, то есть замещает коммерческие кредиты на кредиты Минфина. По льготной ставке она в 10 раз ниже, чем коммерческая. Мы заявились на эту программу, ждем сейчас ответа от правительства Архангельской области, но, естественно, потом от Минфина Российской Федерации помогут, потому что мы только на проценты по кредитам тратим от 50 до 100 миллионов в год, только покрывая одни проценты по этому большому кредиту. Но, тем не менее, выполняя все социальные обязательства, взятые на себя городом Архангельском, мы также покрываем все расходные обязательства по указам президента. То есть необходимо ежегодно в соответствии с графиком увеличивать заработную плату социальной сферы. Если первый год правительство Архангельской области нам эти деньги выделило, то в последующие годы она говорит все, теперь город вы сами будете поднимать заработную плату в соответствии с указом президента и сами искать средства, что мы сейчас и делаем. Есть закон о статусе Архангельска как областного центра, но, к сожалению, уже нет программы одноименной, она прекратила свое действие в прошлом году. Как вы оцените эффективность работы этой программы? Вот тот период, в который она была. Ну, у всех на слуху это улица Ваучейского, на которую пошли средства. В целом, вот ваша точка зрения относительно этого документа. Вы упомянули Ваучейского, да, это был отличный опыт тогда, когда город смог потратить деньги на ту улицу, которой, в принципе, никогда не было. Это был какой-то проезд в определенное время года. Но там было очень много других мероприятий. То есть мы сделали большое количество проектно-смертной документации по другим улицам. Это и капитальный ремонт Ленинградского проспекта, это и расширение Московского проспекта. Это проезд севериковцев в обход областной больницы, но в строящейся. Надо понимать, что здесь город Архангельск получал 2%. Это был закон, который по инициативе мэра города был принят областными депутатами. Он звучал так. Городу Архангельскому, как административному центру Архангельской области, выделялось не менее 2% от собственных доходов бюджета Архангельской области. В те годы это было порядка 600 миллионов, сейчас это уже 700 миллионов в год. Но программа была приостановлена в том году. Эти деньги мы получали всего в 2012-2013 года. В этой связи это недофинансирование говорит о том, что сейчас мы не можем планировать не то, что новое строительство, но даже реконструкцию не можем планировать. И те проекты, которые мы сделали уже, они через 2-3 года потеряют свою целесообразность. Надо их будет менять. На них уже потрачены десятки миллионов рублей. Поэтому мы сегодня и очередной раз обращаемся к правительству Архангельской области, говорим, коллеги, давайте вернемся к областному закону. На что нам говорят, что мы предусмотрим, возможно, средства, сейчас говорят о 150-160 миллионах рублей, но на те мероприятия, которые мы сами посчитаем целесообразными. Мы с этим вопросом соглашаемся, конечно. Лишь бы какие-то деньги выделялись, лишь бы горожане видели, что что-то все-таки меняется, и любые деньги для бюджета хороши. Здесь работает рабочая группа в области, создана. К сожалению, она только недавно собиралась. Пока решения окончательного нет, но мы ждем, что все-таки это... Конечно, это не будет 600-700 миллионов, но это, может быть, будет 100-150. Это тоже хорошо, на самом деле. Когда говорят о том, что на те или иные объекты областного центра, например, театр «Кукол», областному больницу деньги выделяются, как вы считаете, не происходит ли некая подмена понятий? Ведь изначально эта программа, которая работала, она предполагала именно развитие инфраструктуры города, а не объектов, скажем так, того же культурного наследия. — Да, вы тоже, наверное, читаете газеты, слышите встречи, которые мы проводим в правительстве Архангельской области с депутатами. Да, нам говорят, да, была программа, но она была очень дорогая. К сожалению, сейчас область на нее пойти не может. Давайте мы сделаем ряд мероприятий, и это будут, может быть, те же деньги. Но мы-то понимаем, финансисты, о чем, что здесь идет небольшое подмена понятий, когда на объекты областной собственности или федеральной выделяются средства и говорят, но они же находятся у вас в городе Архангельске, та же областная больница, театр «Кукол» или другие какие-то объекты федерального или областного значения. Мы же все-таки в программе областного центра изначально с депутатами проговаривали, что это будет инфраструктурный объект, это будут дороги, это будут мосты. Что сейчас, к сожалению, не происходит. И мы видим, что город Архангельск вынужден был в этом году только закладывать ямы, отдельную дорогу в виде Гагарина мы тоже сделали. Нам выделили в этом году всего 70 миллионов рублей. Если вы помните, в 2010-2011 году выделялось на дороге по 300-400 миллионов. Вот вам и разница. Но это из областного дорожного фонда, насколько мы понимаем? Да, в этом году из областного дорожного фонда было выделено всего 72 миллиона. Почему так? Нам сложно сказать. Но мы будем бороться, и все сделано для того, чтобы в городе Архангельск выделилось максимальное количество средств. Для этого у нас пока есть еще возможности. Мы знаем, что мэрия в следующем году вновь отказывается от фиксированной дотации из областного бюджета, выбрав вместо нее дополнительный норматив отчислений от НДФЛ. Вот поясните, пожалуйста, мне и всем телезрителям, что это значит? Почему такое решение? Ну, можно взять дотацию и сидеть, так скажем, и получать ежемесячно деньги равными количествами, равные доли в течение года. Мы же выбираем норматив отчислений от НДФЛ. Это как раз в связи с тем, что мы принимаем определенные усилия для поддержки малого и среднего бизнеса, для создания новых рабочих мест. Именно НДФЛ и увеличивается за счет таких мероприятий. То есть город не просто сидит на месте, получая там деньги, как выбирают это отдельные районы или города, Архангельская область или других. Мы стараемся создать условия, развить малый и средний бизнес, получить рабочие места, соответственно, получить больше НДФЛ. Получая больше НДФЛ, город получает больше доходов. Мы выбираем все-таки вот этот путь развития. И мы считаем, что он перспективный. И ежегодно мы не ошибались. Один или два года было, что город чуть-чуть меньше получил. Все остальные года мы получали всегда больше, как раз непосредственно работая над этим вопросом и получая больше доходов. То есть это получается такой очередной шаг на пути к расширению налогооблагаемой базы, чтобы доходы... Конечно, да. Предприятия, предприниматели создают рабочие места, развивают собственный бизнес, платят налог на доходы с физических лиц в большем объеме. Естественно, город получает от этого свой норматив. Здесь нам это выгодно, и мы будем поддерживать как малосредний бизнес, так и увеличение норматива. Ну, на такой положительной ноте я предлагаю завершить нашу беседу. Александр Петрович, спасибо большое, что нашли время ответить на наши вопросы. Напомню, что гостем программы в центре внимания был заместитель мэра Архангельска по вопросам экономического развития и финансам Александр Циварев. Наверное, права народная мудрость, которая говорит, что денег много не бывает. Но если у конкретного человека финансовые аппетиты могут быть безграничны, то потребности любого города сводятся к одному – необходимости развития и совершенствования. Надеемся, что Архангельск в этом плане не будет обделен финансовыми импульсами, и первые результаты не заставят себя ждать. И обязательно окажутся в центре нашего внимания. Всего доброго. Спасибо, что смотрите канал ПС, и до встречи.